Здравствуйте, дорогие друзья! Дорога к храму Христианин Скажу, откуда мы это взяли Недавно мы вспоминали святого Амруси Оптинского Минувший 23 октября И как раз Его известное изречение Где просто, там ангелы в состы А где мудрено, там ни одного Вот, наверное, оттуда идет Такая идеология Что христианин Это некий простак Действительно, кажется, что Красивые слова, с одной стороны И призывают они К такому приятному состоянию Легкости Но на самом деле Вот этого не происходит Этой легкости мы не ощущаем Почему же? Ну, потому что народная мудрость Гласит, простота хуже воровства Вот так То есть в ответ на этот тезис Мы вспоминаем народную мудрость Но Почему же так? С одной стороны Хорошо Жить в простоте А с другой стороны Мы тут же понимаем Что это, в общем-то, небезопасно Ну да, народ не проведет же Потому что простота часто Приводит к обману То есть если ты простой Тебя обмануть легко Соответственно Да, и будут обманывать все Все подряд Все, кому не речь И ближние И дети могут обмануть Да То есть и близкие Даже люди Ну вот поэтому многие Не согласны Бывают с Амросием Оптинским Но вот Тули Он имел в виду Простоту Та, которая Хуже воровства Ну, надо подумать Может быть, конечно, и другую Когда ты просто без лицемерия В лицо всем говоришь Правду матку Ты взял и в лицо Сказал Вот, отец Павел У вас нос большой Еще, да Такая версия Простоты Говорить все, что думаешь Но, наверное Если бы он имел в виду Такую простоту Наверное, бы его самого Амросием Оптинского Не очень бы любили Современники А вот его все-таки любили Даже Даже Лев Толстой Лев Толстой Да, с его критическим Мышлением Посещал его Ему нравились эти встречи Беседы, да Да, поэтому Поэтому Ну, вот интересно Подумать Какая простота Имеется в виду И чтобы это понять Наверное, нужно Еще какие-то Высказывания Преподобного Амросия Прочесть Что мы сейчас и Сделаем Ну, вот, например Он говорил Рассуждение Выше всех добродетелей Или еще такая Пространная цитата Жить просто Значит, не осуждать Не зазирать никого Например, идет Еликанида Еликанида Это кто? Такое имя женское Прошла Да и только И это значит Думать просто А то при виде Проходящей Еликаниды Можно подумать О ней С худой стороны Она такая-то Характер у нее Такой-то Вот это уже Непросто То есть Получается, что Та простота В которой нуждается Христианин Это отсутствие Лукавства И страстного Суждения Какого-то Эгоистического Ну, да Какого-то Суждения Основанного На такой Злой Предвзятости Вот если Действительно Убрать Эту самую Злую Предвзятость То как-то Жить Становится Проще И легче Меньше Додумывать Всякого Лишнего Наверное Даже так Не стоит Искать Зла Там, где Его В общем-то И нет Да и Священное Писание На этот счет Что нам говорит Ну, в Священное Писание Что мы можем встретить? Ну, будьте просты, как голуби Так А мудры, как змеи Будьте просты, как голуби Мудры, как змеи Вот очень интересно Голубь Такая безобидная птица Простая Добрая Но, с другой стороны Змея Такое существо Которое так запросто Голыми руками Не возьмешь Вот таким и должен быть На самом-то деле Христианин С вами рубрика Пять фактов О И сегодня Мы поговорим О преподобном Авросии Оптинск Первый факт Преподобный Авросии В миру Александр Родился Во время Отечественной войны 1812 года А точнее 23 ноября 1812 года Факт Номер два Его семья Была связана Со служением церкви Дедушка преподобного Был иереем Отец Пономарем Некоторое время До монашеского Пострига Будущий святой Подрабатывал Домашним Учителем Факт номер Три За наставлением К преподобному Авросию Приезжали Великие русские Писатели Федор Михайлович Достоевский Лев Николаевич Толстой Преподобный Авросий Оптинский Даже стал Прототипом Героя Братьев Карамазовых Достоевский Был так поражен Общением С монахом Что запечатлел Подвижника В своем романе Под именем Старца Зосимы Факт Четвертый С именем Старца Амвросия Связано Устройство В 1884 Году Шамардинского Женского Монастыря Он Благословил Своё духовное Чадо Схимонахиню Софию На создание Недалеко от Оптиной В сельце Шамардина Женской Общины Которая Позже Была Преобразована В монастырь Факт Номер пять Амвросий Оптинский Большую часть Своей жизни Провел В различных Тяжелых Болезнях Так что Иногда Очень длительное Время И вовсе Не мог ходить Однако Даже в эти Времена Он не приставал Оказывать людям Духовную помощь После смерти Преподобного На его надгробии Были высечены Слова Из послания Апостола Павла Каридвина Для немощных Был как немощный Чтобы приобрести Немощных Для всех Я сделал Совсем Чтобы спасти По крайней мере Некоторых Берущее начало Еще в первой Половине 17-го Столетия Усадьба Суханова Неразрывно Связана С ее Последними Хозяевами Князьями Волконскими Собственно По велению Екатерины Алексеевны Волконской И была построена Эта церковь В память О муже Генерал-лейтенанте Дмитрия Петровича Который ушел Из жизни В результате Ранений Полученных На войне Над усыпальницей Супруга Князя Возвела церковь После октябрьской Эволюции Храм Прекратил Существование Руками Советской Власти Останки Семьи Волконских Из усыпальницы Были удалены С 1918 Года В здании Находились Мирские Учреждения Одно время Здесь даже Располагалось Столовое И только в 21 веке Святыню Удалось возродить Мы сейчас стоим Вот как раз Круг Круг Здесь как раз Была столовая Здесь как раз Прессали К сожалению Первый молебен У нас был Отслужен На сети Николая Чудотворца В 2010 году В 2011 году Был поставлен Крест На купол Вот А с 2012 года Юбилей Великой Отечественной войны Потому что Князь Волконский Который владел Этой усадьбой Он непосредственно Принимал участие И боевые действия И управление Войсками Было 20 лет В Отечественной войны И мы Первая Благослуженная Литургия В этом году Храму Дмитрия Ростовского Исполнилось 210 лет Сегодня Здесь снова Прихожане В престольный праздник Десятки людей Собрались На торжественную службу Хочу поздравить Пожелать Здравия Всем Душевного Равновесия И Благополучия Хочу поздравить Всех православных Христиан С праздником Дмитрия Ростовского Пожелать Крепости духа Укрепления веры Побольше молитв Требуется Нашей Великой России И несмотря на то Что сейчас Храм Святителя Дмитрия Ростовского Требует реконструкции Приход Не перестает расти Людей тянет Божественная энергия Которая царит В стенах Святого места Никакая Внешняя красота Не сравнится С той красотой Божественностью С тем Духом Божественным Который Писутствует В этом храме Храм Преображается На глазах Совсем скоро Здесь должна Начаться Реставрация Мы сделали Консервационные работы Благодаря Министерстве Скульптуры И следующий этап У нас это Сама реставрация Глобальная Огромная реставрация Чтобы действительно Крам Дальше Преукрашался И люди могли Приходить Потому что Все приходят В таком Унылом состоянии Печальном Смотрят Все на это Безобразие Которое нам Оставила советская Эпоха И дай Бог С Божьей помощью Мы будем Реставрировать Его храм Праздничное Богослужение Завершилось Крестным ходом И причастием Юлия Погосяна Александр Логинов Ольга Садовская Вид.НТВ Дорогие друзья С вами была программа Дорога к храму И мы ее ведущие Священник Максим Гартинский И священник Павел Красанов До скорых встреч До скорых встреч Субтитры создавал DimaTorzok